Девушки отдыхают Ваше Высочество, будьте уверены, тот, кто игнорирует закон, мой враг Однако Фэнси высокопоставленный чиновник при Императорском дворе Если мы хотим его осудить, пожалуйста, дайте мне немного времени, чтобы провести расследование и найти улики Вы очень дотошны Но боюсь Фэнси хитер Трудно найти какие-либо следы Лучше раньше, чем позже Ваше Высочество, даю вам слово Если его вина будет доказана, я осужу Фэнси Чего бы мне это ни стоило Тогда рассчитываю на вас Ваше Высочество, я польщен Мой долг – избавляться от вероломных министров Ваше Высочество, прошло много времени с тех пор, как вы меня навещали, вы про меня забыли? Как я мог, мне было интересно, хорошо ли ты себя ведёшь Что ты делаешь? Мой волонтам наверху, пожалуйста, достаньте его для меня Держи Спасибо Я в порядке, и орхидеи тоже Я поливала их и разговаривала с ними каждый день Я подумала, вы придёте, когда они расцветут Но даже после того, как они отцвели, вы всё равно не появились Это моя вина Я был занят, и у меня не было времени составить тебе компанию Не думайте, что если я ребёнок, я глупая У вас не было времени, потому что вы искали моего отца Ладно, это моя вина Я останусь с тобой до конца дня Давай играть, Валан Хорошо, давайте Пошли Дядя, я наблюдал за третьим принцем в течение последних дней Он посещал только поместье Ван Йе Ван Йе? У меня планы насчёт этого оружия А сейчас мне нужно, чтобы ты уехал по важному делу Уехал по делу? Один? Что такое? Хочешь взять с собой Дзе Йоань? А я могу? Мечтай Не думай об этой девушке, сосредоточься на своём задании А у тебя разве не то же самое? О ком ты сейчас говоришь? Да ладно, понял я В чём моя задача? Открой и посмотри Кто эти люди в списке? Эти люди в долгу перед семьёй Мин Спроси их, готовы ли они отплатить за услуги Дядя, я понял, я займусь этим прямо сейчас Подожди Задачу нужно выполнить, но и молодая госпожа не должна быть забытой Что ты купишь ей в подарок, решай сам Спасибо, дядя Негодник Куда мы идём? Почему ты так счастлив? Разве не уезжаешь? Не терпится уехать? Нет Я хочу провести с тобой счастливый день перед отъездом Кроме того, я счастлив, что ты со мной Не слишком ли ты мил? Интересно, у кого ты научился? Госпожа, взгляните на это Это заколка из белого нефрита, только что прибыла Сколько стоит? Десять туэли серебром Десять туэли? Нет, спасибо, это дорого Что ты делаешь? Продавец, я беру её Молодой господин, вы так добры Должно быть, вы очень её любите Вы абсолютно правы Удачной торговли, спасибо Беру Благодарю вас, господин Возьму их все Спасибо, господин Разве ты не говорил, что всегда без денег? Откуда у тебя столько? В последнее время я хорошо себя веду, поэтому дядя наградил меня Если так, то у меня ещё много всего в списке покупок Пойдём, я куплю всё это для тебя Вы снова вернулись Взгляните на это Мы вроде тут были уже Я хочу купить браслет Можно? Конечно Продавец, какой из них самый дорогой? Да, самый дорогой Вот этот Это лучшее, что у меня есть Стотаэли Что случилось? Не осталось денег? Конечно, они у меня есть Продавец, я оставил деньги дома Могу я взять браслет, а заплатить вам завтра? Ни за что Я не торгую в долг Заплатите, и он ваш Или попросите кого-нибудь другого За юань За юань За юань Не сердись Я вернусь домой за деньгами Даулы Сколько бы ты ни взял Это деньги министра Фэн Если ты оплачиваешь его деньгами Это подарки от него Или от тебя? Конечно, они от меня Завтра я уезжаю Вот почему я покупаю тебе подарки Что бы ты вспоминала обо мне Когда меня не будет рядом? Неужели думаешь, что они тронут мое сердце И сделают меня счастливой? И что я буду думать о тебе день и ночь И не забуду тебя? Ты несчастлива? Даулы Конечно, я довольна твоими подарками Но это не то, что я хочу Тогда чего же ты хочешь? То, что заставляет меня помнить Нельзя купить за деньги Это глубоко в моем сердце Это время, которое мы провели вместе Я понимаю Тогда я все это верну Размечтался Как только купил, они теперь мои Тогда какой смысл В том, что ты говорила все это? Что? Они ремонтируют это место уже несколько дней Над чем они работают? Чтобы ты чувствовала себя более комфортно Я внес некоторые изменения Я назвал это место лунным садом Настоящий лунный сад? Я создам его для тебя Все эти годы Юй Жоу была хозяйкой этого поместья Вы двое очень разные Украшения, которые она выбрала Могут быть не в твоем вкусе Я не настолько придирчива Мы через многое прошли, чтобы достигнуть того, что имеем Я не хочу, чтобы кто-то или что-то расстраивало тебя Значит, ты начал планировать это сразу после возвращения? Я лично позаботился о проекте и строительстве Все устроено по твоему вкусу Все это должно радовать тебя независимо от цены Почему не рассказал раньше? Потому что сначала я хотел закончить Я не могу пренебречь делами и построить для тебя страну чудес Но мы можем наслаждаться здесь моментами покоя Позволим себе забыть о Люй Юань Туне И о нефритовой флейте Здесь ты, молодая госпожа Юе А я молодой господин Си Цзэй Юань? Ты все вещи собрал? Ничего не забыл? Не волнуйся, я не в первый раз уезжаю Ах да Тебе нравится? Я сплел вместе две красные нити Одна нить означает твою удачу, а другая мою Пока меня не будет, они будут защищать тебя вместо меня Я знаю, что неуклюж, мне очень жаль, что получилось некрасиво Мне нравится Правда? А я боялся, что тебе не понравится Хорошо, тогда я ухожу Береги себя Не забывай писать мне при каждой возможности Я буду скучать по тебе Надеюсь, ты тоже будешь скучать Я тебе обещаю Девушки отдыхают Ладно Тебе пора Я вернусь как можно скорее Несмотря на то, что молод, министр Фэн очарователен и успешен Женщины продолжают бросаться на него Но он не любит никого, кроме Дун Юе Они вместе работают и наслаждаются отдыхом Что не так с господином Лэтхэ? Прошло так много времени, а он всё ещё пишет об этих двоих Ваше Высочество, вам лучше не читать Ваше Высочество Ваше Высочество Почему бы вам не пройтись? Хорошо Пироги на пару Пироги на пару Только что из печи Подходите Новый министр обрядов очень старомоден Он желает обсудить со мной обряды жертвоприношения Подожди меня, я пойду встречусь с ним Ты же знаешь, что я хочу пирог на пару? Ты умеешь читать мысли? Если всегда думать о ком-то Смотреть, почему она хмурится или улыбается Поймёшь её лучше, чем другие Я знаю, что эти слова захватывают твоё воображение У меня много в запасе Ладно, давай побыстрее Подожди Теперь иди Продавец Один горячий пирог Хорошо Продавец кусок пирога Конечно Ваше Высочество Почему ты здесь одна? Госпожа, вот ваш пирог Молодой господин, ваш горячий пирог готов Молодой господин Он занят работой и заберёт меня позже Вот как Хорошо, тогда мне лучше уйти, чтобы избежать недоразумения Он не такой человек Но Похоже, вот-вот пойдёт дождь Вам лучше вернуться Не беспокойся, я захватил зонтик Этот зонтик? Вы всё ещё носите его? Сила привычки Когда мы встретились в первый раз, пошёл снег Ты сказала, что пойдёт снег Я в это совершенно не верил Не только вы не поверили Никто в столице в это не верил Ты ведь давно не навещала Вэн Синь, верно? Я навещал её несколько дней назад Она была одна и очень одинока Я скоро навещу её Ваше высочество, я уже поела, так что уйду первый Дун Виа, подожди, Дун Виа Ты должна взять мой зонтик Вы же знаете, я не боюсь промокнуть Лучше оставьте себе Это для твоего же блага Ваше высочество, то, что вы делаете ради меня У меня нет возможности вам отплатить Дун Виа, просто возьми его Я сказала, не нужно Оказывается, тебе совсем не нравится этот зонтик Я решила быть с Вэн Си И не должна давать ему надежды Ты так промокла Если внимательно присмотреться Лотос, выходящий из прозрачной воды Всё ещё необычно красив Ты... Что? Почему ты не спрашиваешь, что только что произошло? Если ты не хочешь говорить, мне незачем спрашивать Пойдём Ты можешь идти Слушаюсь Ваше высочество, зонтик сильно повреждён Его нельзя починить Я смогла найти и купить похожий Вы можете снова написать на нём стихотворение? Он будет точно таким же, как прежний Это верно Музыка Забудь. Даже если он выглядит так же, это не тот зонтик. Господин Вэнь, я ухожу. Хорошо. Господин Вэнь, над чем вы работали в последнее время? Не идите так быстро. Мне нужно посоветоваться с вами. Первый министр Фэн, между нами очень мало общих тем. Я думаю, вы спрашиваете не того человека. Третий принц доверил вам некоторые вещи, так? Какие вещи? Что-то связанное со мной из военного министерства. Я никогда не слышал ни о каком оружии. Так вы знаете, что речь идет о боеприпасах? Вам почти сорок, и вы наконец-то получили место в столице. Если вы выберете не тех людей, это бросит тень на ваше будущее. Я вырос в семье простолюдина. И не ищу связи на высоких постах. Господин Вэнь, не притворяйтесь невинным. Оружие в обмен на успешную карьеру. Скажите, как вам это? Я служу Его Величеству не ради личной выгоды. Хватит с меня ваших оскорблений. Господин Вэнь, сюда. Плохие новости, ваше высочество. Что случилось? Боюсь, что информация о местонахождении боеприпасов просочилась. Фэнси угрожал мне. И требовал оружия. Это свидетельство преступления Фэнси. Нельзя допустить, чтобы она попала в его руки. Похоже, нам нужно перевести его в безопасное место. Вы легко выудили информацию из Ванье. Я приказал людям следить за поместьем Вэнь. Есть ли что-то? Он сразу отправился, прямо к третьему принцу, чтобы перевезти оружие в тюрьму Министерства наказаний. Сообщим у жены, что я хочу её видеть. Слушай. Я наконец-то нашёл боеприпасы, захваченные третьим принцем. Маленькой повозки не хватит, чтобы перевезти всё. Они не в моих руках. Вы должны забрать их сами. Что это значит, ваша светлость? Я слышал, что это оружие скоро перевезут в тюрьму Министерства наказаний. Так что, по сути, я должна его украсть. Если это так, то плата за прошлый и этот раз будет вот такой. Ты такая жадная. При ограблении может пролиться кровь. Без достойной оплаты зачем идти на риск? Это крайне важно и срочно. Убей любого, кто попытается остановить тебя. Поняла. Ваша светлость. Это оружие, улика против вас. Она точно подходит для работы. Я первый министр. Я не могу участвовать в ограблении, как и мои люди. Госпожа Мужиньи точно лучше подходит для этого. Давайте подождём хороших новостей. Действуем быстро и бесшумно. Понятно? Да. Действуем быстро и бесшумно. По приказу министра Фэн, мы должны сделать это за два дня. Если ошибёмся, он не пощадит нас. Будь уверена, я всё сделаю. Ци Юан. Сестра Дунея, ты здесь. Присаживайся. Я подумываю о том, чтобы на время уехать из поместья Фэн. Из-за слухов? Факты докажут, что ты невиновна. Просто не обращай внимания. Возможно, через несколько дней ситуация изменится. Что ты имеешь в виду? Я имею в виду, что министр Фэн в последнее время очень занят. Но он позаботится о слухах. Чем именно он занят? В тот день я подслушала, как Ли Чуань сказал, что сделает это любой ценой. Чем занят Фэн Си? Я не могу говорить слишком много. Я только надеюсь, что ты останешься на несколько дней. Зи Юань работает на Фэн Си. Я не должна давить на неё. Понятно, что она не сможет мне сказать. Я не могу сказать. Фэн Си? Фэн Си? Фэн Си? Фэн Си? Ты был очень скрытен последние дни. Что ты замышляешь? Естественно, это что-то серьёзное. Кто твоя цель на этот раз? Третий принц? Или министр Фан? Кто-то более важный, чем они. Важнее, чем они? Да. Сегодня вечером я жду ответа от самого важного человека в моей жизни. Что это? Я ясно видела, как Ли Чуань и Цзю Юань рубили бамбук и разводили керосин. И я почувствовала запах серы и селитры. Разве они не делали оружие? Оружие? В каком-то смысле, да. Чтобы завоевать тебя, мне нужно самое лучшее оружие. Ты... Это и есть та важная задача, о которой ты говорил. Да. С небесами и землёй в качестве свидетелей. Я, Фэн Си, прошу Дун Виа стать моей женой. Я буду всегда защищать тебя. Мне нужно подумать об этом. В твоём сердце есть сомнения. Я, Фэн Си, клянусь небесами, что люблю тебя всем сердцем. Фэн Си! Ваша светлость, мы умираем. Вы закончили? Почти, просто продержитесь немного. Сестра Дун Виа, просто скажи «да». Дун Виа, если ты мне откажешь, моя с трудом заработанная репутация будет разрушена. Да. Я выйду за тебя. Правда? Ты уже поймал меня в свою сеть. Куда ещё я могу пойти? Верно. На небесах и на земле ты моя Дун Виа. А ты мой Фэн Си. Именно так. Отныне мы единое целое. Никто, включая смерть, не сможет разлучить нас. Да. Мы никогда не расстанемся. Мы никогда не расстанемся. КОНЕЦ КОНЕЦ Продолжение следует... Продолжение следует... Знаю. Я так тебе завидую. Ты всегда счастлива. Старший брат, идите сюда. Продолжение следует... Надеюсь, они смогут вернуть вам улыбку. Спасибо. Они много значат для тебя. Я не могу их забрать. Ходят слухи, что сестра Дуниэ выходит замуж за Фэнси. Она больше не сможет с нами общаться, не так ли? Вот почему вы расстроены, да? Мы скоро поженимся. В твоей семье есть родственники? Давай пригласим их на наш свадебный приём. Моя мама давно умерла. Мой отец... Его тоже больше нет рядом. Не волнуйся, у тебя есть я. Я всегда буду рядом с тобой. Иероглиф, означающий сад, кажется немного странным. Он похож на Си. Я велел мастеру сделать так. Ты точно первый министр? Боже, как ты мог совершить такую ошибку? Си в клетке. Си. Ты ведь специально изменил его, не так ли? Верно. Я готов любить тебя всю оставшуюся жизнь. И быть твоим пленником. Это звучит неправильно. Кому захочется вечно оставаться в плену? Эта тюрьма... Построена... Для тебя. Я бы предпочёл провести остаток своей жизни внутри, чтобы разделить с тобой... Это пожизненное заключение. Ты не сможешь выбраться. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...